Добрый день. Спасибо огромное за то, что нашли время принять участие в нашей передаче. Начать я бы хотел, может быть, с самой такой глобальной темы и с той темы, о которой вы неоднократно высказывались. Власть. Что такое власть для вас? Это первая часть вопроса. Что такое власть? И что вы чувствовали, когда принимали решение уйти с поста президента? И кто повлиял на это? Знаете ли, в молодом возрасте, когда начинал работать, как и каждый из нас, над этим не задумываешься. Понятие власти. Ну, как бы, что жизни дано тебе реально, каждое утро и каждый день ты занят уже после института работой, делаешь свое дело. Это понятие приходит, оказывается, со временем, когда-то. Ну, и хорошо, что, как говорится, Всевышний дал определенные лет земной жизни об этом действительно задумываться. Но это со временем. Так получилось, что в конце 59-го года, осенью, я начал работать инженером. А потом, значит, период реформ Никита Сергеевича Хрущева, и начали создавать межрайонные силхозуправления. И то же самое МТС, РТС объединяли. Я проработал там, вот, конец, осенью, 59-го года, и в 62-м году вот эти реформы начались, и вдруг меня переводят Мензелинск директором на это объединенное на 5 районов. Тогда силхозтехнику уже начали называть, силхозтехнику. Так, в самом молодом возрасте, где-то 25 лет, наверное. В 59-м году я закончил институт, меня направили в Мусульманский район. Я проработал 9 месяцев инженером, потом главным инженером. Я к чему говорю, когда вы говорите о власти, какое там о власти, думаю, это. Вот работаешь день и ночь, что-то, видать, получается. Тем более, у нас как получилось? Времена кукурузы, опять будет Никита Сергеевич Хрущев. И отдать надо должное этому человеку, страна не знала, что делать, с чем кормить скот и с чем кормить людей. Отсюда, значит, и мясопродуктами, не говоря уже о хлебе, начали внедрять кукурузу тогда. Это была партийная политика. А почему, видать, увидели в данном случае и меня, я начал... А тогда надо было квадраты получать, когда кукурузу сеешь. Это новое время вообще. Квадрат получать надо в огромных полях 70 на 70. 70 квадрат. А без квадрата, если вот кукуруза не посажена так, и вот невозможно обрабатывать. Гермесидов не было. Вот ведь какое было время. От сорняков. Иначе сорняки душат. И вот надо было обрабатывать и так, и так, чтобы культиваторные лапы, значит, защитную зону только оставляли. И можно было бы чистыми растить кукурузу. Заводские приспособления были, толком не работали. На огромных площадях там погрешности большие были, натяжные станции. А селки были. Ну, это целая технология, я что хочу сказать. А я придумал свой метод. Я инженер, все же, значит. Очень простой, но оригинальный. Потом его стали приезжать корреспонденты из Москвы и так далее. Стали внедрять. Очень простой. Иван, не объяснишь вот так. Или долго объяснять. Ну, получил, начал получать квадраты. И в то время комсомол уже всегда впереди. Они же, раз и спащили КПСС, организовали республиканский штаб комсомола и так далее. А вдруг узнали, значит, корреспонденты ездят молодому инженеру. Что там происходит. Сходу штаб молодых кукурузоводов приехали, они узнали, что квадрат получается. И урожай хороший получали. И сходу у нас первый же год получился в республике среди молодежных звеньев. Самый большой урожай, я помню. 841 сантиметра с гектара. Это масса кукуруза, конечно. И вот так пошло и поехало. То есть вас заметили, вас стали выдвигать из-за этого. И поэтому такого молодого, значит, вдруг на эту объединенную большую сельхозтехнику сходу директора. Это же в 62-м году. В 59-м я сказал, вот. Ну, почти три года я там в районе работал. В этом мусульевском. Я что хочу сказать. И потом Мензелинский сельхозтехнику. Не знаю. Какой-то молодой порыв. Желание работать. Что-то получать. Начало получаться там. Уважение как-то людей. Я почему много об этом говорю и говорю от души и с удовольствием всю жизнь. Не могу иначе. Я к этому неравнодушен. Один из случаев расскажу. Однажды мы начали квартиру строить довольно-таки серьезно. Из срубов. Квартир многим надо было. Я однажды год проработал. Под Новый год квартиры подготовили. И один из шоферов, Петров Михаил, значит, без разрешения заселился. По очереди все шло. Остальные по-нормальному заселились. Мне утром говорят. Шофер Михаил, значит, с семьей заселился без разрешения. Без ордера как уж. Значит, что делать? Значит, зима. Вот Новый год. Мне уже доложили. А я поехал сразу этому председателю. Хороший шофер был. Председатель горосполкома. С ним у нас отношения хорошие были, потому что я транспортом помогал всегда. Городу всегда же нужно. Я Соловьеву говорю, значит, я говорю, дай какую-нибудь квартиру. Какую? Лишь, говорю, это тепло было. Неважно. Чего не знает ни Петров, ни кто еще. А рабочий еще не знает. Он говорит, Митя Ворушадьевич, конечно, это тяжело. Мензелинск. Поехали. Полуподвальная квартира была. Ремонт требовалось. Но заехать, жить, начинать можно было. Я говорю, дашь? Ну, дам как. Ну, что ты делаешь? Я приехал, пошел смотреть, разбираться. Потом Михаила пригласил. А люди злые. Ну, как же. Без разрешения он... Кто-то вперед пролез. Да. Михаила взял, повез на эту квартиру. Сразу показал. Я даже равнодушен не могу об этом даже рассказывать. И сейчас. Конечно, он... Слезы на глазах. Такой поступок со стороны директора. Значит, я говорю, вот, ты нарушил, нарушил. Да, Митим Шаримович, ну, и вас некуда. Я говорю, можешь переехать сюда? Поможем отремонтировать и так далее. Он, какой разговор. Все вопросы сняли, мы поднялись. Так у нас немножечко, как говорится, в Верхней улице был. Наша база. Рабочим объяснили все остальное. Это, знаете, как рабочие это. И люди восприняли. И он как это воспринял. Я к чему говорю? Это не в какую-то заслугу. Вот как-то... Вот так начала работать, чувствуется. Я потом уже осмысливаю. И с таким отношением к людям, да. И вот такая пошла тяга. И симпатии людей. Почему-то подробно рассказываю. Потому что вот как-то... Не области думаешь, а вот об работе думаешь. Почему я говорю, ты, если пошел уже такие... Сейчас уже, тем более, с годами задумываешься. Просто если тебе доверено управлять хоть сколькими-то людьми, ты должен их любить. Без любви к людям во власть не ходи. Это для меня некрасивые слова. Может быть, она сказана и для меня. Понятно. Это значит сказано, так правильно сказано. Любить надо людей. Никого с Луной нам не сбрасывали или, как говорится, оттуда не присылают. Работать надо с теми, кто есть. Люди, понимаете, от такого отношения, при этом большой требовательности. А по-другому нельзя. Потому что все это идет на пользу. И когда вот уж потом жизнь пошла, когда уже дело доходило, вот и выборы пошли, и выборы президента республики и так далее. Вывод такой, знаете. Идешь во власть, ты одолжение. Не думай, что ты делаешь одолжение кому-то. Ты не делаешь одолжение. Вот эта установка в голове должна быть. В голове должна быть установка. Значит, ты сам же идешь. Ты же дал добра. Или ты еще ездишь по коллективам, чтобы тебя избрали президентом. Из таких элементов, как говорится, руководитель, что ли, растет. Это я не о себе даже говорю. Вот такой путь, видимо, оправдан. И одолжение не делай. Одолжение не делай, причем потому что ты сам пошел на эту работу. Ты знаешь, что это сложно будет. Может быть, не знаешь, что сложно будет. Но ты же сам пошел. Работай. А когда наступает понимание того, что, ну, все, я устал, нужно уходить, как у Ельцина, помните? Или там, как у Назарбаев сейчас ушел. Вы как почувствовали, что нужно уйти? Знаете, у меня так ведь получилось. Всю жизнь, вот начиная с такого молодого возраста, все время я у власти. Я не задумывался, ну, я же работу ни одну не выбирал и так далее. По жизни, значит, предлагают, предлагают, значит, идешь, идешь. У меня, как вам сказать, значит, вот не было внутренней, или жизни не было момента, чтобы я задумался о власти, или он мне нужен, или дорожить им. Ведь еще и семья, значит, верная супруга, дети, все на ней, все на ней, значит, все воспитание. Круглые сутки же тебя нету. Она всю жизнь ждала. Сакина Шакировна, значит, хотя она работала, понятно, в то время не работала, пенсию надо было зарабатывать. И всегда говорила, ну, когда-нибудь ты выйдешь на пенсию, значит, посетить, вот, жизнь же проходит. У нее же времени больше было о жизни подумать, чем у меня. Это задумаешься, да, это 57 лет мы прожили. И вот те последние, особенно, годы уже, время уже стаж отработан, я имею в виду пенсионных дел, без проблем. Ну, что тебе надо еще, и так далее. Ну, вот, все время это тоже влияло. И для меня уход, он не был чем-то... Потерей, поражением, отходом? Нет, ну, потому что их тоже ведь не было. К счастью, значит, поражений не было. Устремлений у нас, планки у нас высокие, ухода перестройки, значит, что-то удалось сделать. И, в отличие от многих других регионов, и на фоне пространства бывшего СССР. Сказать даже я физически устал, не сказал бы. Такого вот что-то, это стало причиной. Нет, вот это чисто такой момент. Был один момент потрясающий. Я еще моложе был. Езжу по районам, вдруг приезжаю с командировкой, с Акиной, значит, с Айратом Радиком. Ну, где-то около 12 ночи я вернулся домой. Мы жили на улице светлой сейчас, раньше Болотникова. Там мне квартиру давали, когда бабком брали. Я захожу, Сякин открывает дверь, ну, вдруг Радик проснулся, так, одеяло спустил, посмотрел на меня. Так, совершенно невозмутим лицом. Тимур приехал. Вот, Тимур приехал. Не папа, не кто. Тимур приехал. С Сякина Тимуром, значит, обращался ко мне, значит. Вот, я тогда еще задумался, я говорю, вот, до чего можно доработаться. Так, какая-то уже мысль. Если я сегодня об этом говорю, значит, это засело очень накрепко. Тимур приехал. И потом равнодушно посмотрел на меня, закрыл глаза и дальше спать. Вот так Тимур приехал. И действительно, в полном смысле слова приехал. Понимаете? Тогда еще время отборем задумался. Когда у Сякина Шагировна говорит, ну, давай пожить. Ну, каждый же так хочет, значит. Когда был, значит, Примакову, значит, юбилей, на юбиле, у нас были добрые отношения с ним. Вот так сложилось. Он меня пригласил за основной стол. Много людей приглашенных, ну, вы знаете, это же великий деятель. И там Владимир Владимирович подъехал, чуть с задержкой, значит, тоже за этим же столом. Тогда я, значит, уже все мысли, какие у меня были, я высказал. Ну, так, сидели, расслабились, хорошие разговоры. А до этого же меня последний срок Владимир Владимирович уговорил. Ну, говорит, этот, давай поработаем. Получается, чтобы, я же, не буду, меньше, буду вернее, значит, этот, спокойно за Татарстан. Ну, это такой внутренний, человеческий разговор. Я тогда, я раньше, еще на 5 лет хотел, раньше уйти, потому что я уходил 73 года. Вот эти моменты сыграли, я подзадержался, я вам должен сказать. Было у меня последний раз, уже и правила там поменялись, уже не выборы были по предложению президента России. Верховные советы на местах смотрели. Ну, я, тем не менее, дал согласие. Он даже, когда у нас состоялся с ним разговор, после вот этих всех разговоров официального, он говорит, вот выйдешь сейчас от меня, Владимир Владимирович говорит, к журналистам, прямо скажи, что вот я вас попросил, Владимир Владимирович попросил, я поэтому дал согласие. Ну, конечно, я не стал таким злоупотреблять. Раз ты дал добро, раз договорились, тут уже, как говорится, ты будь до конца тем, каким ты должен быть. Как человек, и как человек, как говорится, человеческие взаимоотношения. Я поэтому раньше еще хотел, ну, еще один срок. А фактор того, что вы оставляете республику в хорошие руки, фактор преемничества, он тоже сыграл, наверное, свою роль? Ну, это без этого невозможно, значит. Это, ну, надо быть безответственным человеком. Если ты, как говорится, у меня же были предложения в более молодом возрасте, Москву на работу. Нет, это у меня, с самого начала я отвергал в душе. Вот где родился, там пригодился, это для меня не, как нам сказать, не форма какая-то. И вот таким образом, значит, мы обсуждали кандидатуру, безусловно. К счастью, у нас в республике есть кадры. Кадры мы несколько человек обсуждали подробно. Тогда Сурков руководил кадрами, значит, в аппарате президента. Ну, и пришли к выводу, значит. Тем более, Растам Дургалиевич, 10 лет уже мы работали, он премьер-министром был. Было, как говорится, на что посмотреть. Выбор пал на Растам Дургалища. Я вам должен даже сказать, значит, когда обсуждали несколько кандидатур, ну, как-то меня спросили, ну, что же его отличает? А что, что может быть, значит, в чем сомневаетесь вы в этой кандидатуре? Я еще никогда этого не говорил. Значит, ну, я говорю, безусловно, я говорю, президентом надо быть более, ну, суметь совмещать и требовательность, и определенную, когда надо, значит, проявлять и компромиссы, и так далее. Я говорю, он сейчас премьер-министром работает. Все, говорю, четко, надо данное указание выполнять, это довести. Я говорю, все это у него есть. И вот такой был выбор. Ну, потому же, 10 лет, каждый день, когда ты работаешь с человеком, да, лучше кого ты знаешь еще, значит, ему поручаешь все. Конечно. Они же работают. Ну, и поддерживать надо, помочь надо. Вот, и, как мы с вами видим, удачный выбор, тяжелая работа, сложнее годами, проще годами не становится никому. Вы ни разу не пожалели, что так получилось. По-моему, все выиграли. А быть довольным первым лицом всеми, вся, не бывает. Это у Николай Сергеевича Хрущева были слова, знаете, какие? Быть хорошим для всех, быть плохим. Это не мои слова. Но я это и запомнил. Нет опасения, что могут забрать Рустамов Галевича в Москву. Очень много слухов. Вам же тоже предложения какие-то были, да, в свое время? Да, были, но я отвергался сходу, уже знали, что испали знают тему. Ну, это, знаете ли, это жизнь. Человек способен. Это его выбор. Здесь ли работает он или где-то вдруг вот что-то, значит, вдруг так случится. Это его выбор. Есть состоявшийся человек. Вот это важно. Состоявшийся человек. Ну, представьте себе, премьер-министр, он в тени бывает всегда. Кто думал, что вот такой парень или такие ребята выросли в Татарстане, оказывается, они готовы на многое. Говорят же, значит, или китайцы сказали, не дай бог жить в эпоху перемен. А мы же в эпоху перемен живем и проходим эти сложные пути. Вы, по-моему, всю жизнь, лет 30-40 живем в эпоху перемен. Абсолютно, абсолютно. Тем более, если бы только решать хозяйственные вопросы, ведь приходится решать политических, много политических вопросов. И потом сейчас, вот сколько же сам Рухаревич ездит, значит, это же день и ночь, как говорится, борозит мир. По миру. Да, поиски партнеров, инвесторов. Ведь и объем инвестиций, я вам скажу, у нас очень серьезные. Мы порядка 600 миллиардов инвестиций привлекаем. А то есть чуть больше, ну, когда как. На днях я разговаривал с одним уважаемым человеком, руководителем Калужской области, значит, очень Артамановым. Человек известный такой. Он посмотрел, Казань, вот, приезжал. По делам. Так это, говорит, столица любой страны, говорит. Казань, говорит, готов. Вот такой опытный человек, значит, он, Анатолий Дмитриевич. Его вот это одно предложение мне засело. А какой формат у вас, Анатолий Дмитриевич, сейчас с Рустамом Галевичем? Вы советуете что-то? Может быть, вот ты вот здесь, вот, Рустам Галевич, неправ, или вот это было здорово, или в таком направлении. Как вы общаетесь? Знаете ли, во-первых, это, как вам сказать, это новые обязанности у меня. Было, когда еще решался вопрос, что уже я ухожу. Предлагали разные формы. Ну, это я уже, конечно, пришел к тому, что, значит, этот, Костя Катаревым там даже такие обсуждали вопросы. Я говорю, это в США есть, пусть работают. Сходу я отреагировал. И вот так мы пришли к такому мнению. Советник? Да, специальный закон принят, государственный советник. Люди приходят, обращаются и так далее. Я с самого начала сказал, я говорю, ребята, двух президентов не бывает. Я говорю, если мы любим вот республику, мы хотим, если желаем, значит, чтобы нормально всем работали, я говорю, двух президентов не бывает. Я говорю, я никакие такие вопросы решать не буду. Вот. Бывает, иногда послушаешь, этот не всегда или попадает, или времени не бывает. Такие моменты я, конечно, довожу до сведения. Если считаю необходимым. Потому что жизнь-то мы знаем уже. Я о себе в данном случае говорю. По какому вопросу можно беспокоить, по кому нет. Я всегда говорю, берегите президента. Если мы хотим добра республики, надо беречь президента. Помогать ему надо. Помогать ему надо. А как подробно? Просто с него. Вот у меня весь подход. Но у меня еще характер такой, значит, чисто я с молодых человек практичный. Вы знаете, вот жизненный путь. Вот я занялся возрождением. Впервые же в России. Тогда еще Владимир Владимирович, я заговорил. Я говорю, вот в России приезжает руководитель сейчас. Вы начинаете сейчас посылать не только Санкт-Петербург, посылать Татарстан. В тот раз, говорю, еще вот, когда я еще в власти был. Я говорю, Татарстан, вот посылайте. Ну, это я говорю определенные, конечно, признания и так далее. Вот я тогда заговорил. Я говорю, можно же открыть и показать красивейшие места. Это Буалда проходит через нас. Я говорю, вот такие древние памятники есть. Древние памятники. Я говорю, я хочу ими заняться. Вот я говорю, всю жизнь мечтал. Я вам должен сказать, Булгары даже до начала восстановления нашей муфты не всегда ездили. Кроме Талгарда Таджетина, по сути дела, Талгарда Таджетина в этом плане человек масштабный. Да, и он духовное управление очень большое. Я одна из первых же в России с царских времен еще духовное управление же было. Да. Я говорю, вот он это понимал, а остальные все думали. А мы не противоречат ли в отношении Мекки и так далее. Но я говорю, у всех это Мекки, я говорю, мы же всеобщие, всемирные для мусульманского мира святые места. Но я говорю, святые места же. Мы же составим мусульманский мир. Я говорю, что остальная часть, она не имеет таких мест. А мы же их имеем. Давайте займемся. И вот видите, она себя как оправдала. Вектор ваших усилий почему ушел в сторону образования сейчас? Это более болевая проблема для республики, для нации, для детей? Я считаю, проблема для всех. Для нашей страны. Хотя нельзя отрицать, недооценивать. Мы сами учились. У нас в Советском Союзе образование всю жизнь было на мировом уровне. Я это и хотел сказать. Наша система образования, она была великолепной. Не знаю. Я, например, сам сельский парень. У нас в районном центре, раньше Калининский район был. Это мелкие районы же были еще. В составе Октанжского района. Не в составе был, а тогда отдельный район. Потом присоединили уже. Одна русская семья была. Он был заведующим банком. И то говорили про эту семью. Они уже по-русски не знают, не разговаривают. Не умеют разговаривать. Ну, шутят, может быть. Ну, любят. В таких словах мы учились. Вы понимаете? Но по грамоте, например, и по русской письменности. Я не говорю о татарском. Тут проблем нет. Если ты учился нормально, тем более. Значит, мы грамотные. Мы и сегодня грамотные. Я этого не боюсь, этого слова. Я это даже вот Андрею говорю, моему собеседнику. Человеку очень грамотному. И, как говорится, уже журналисту такому, опытному. Система хорошая, я к этому говорю. Но! Мир открыт сейчас. Мы же закрыты были. Но мир открылся же. Мы же сейчас открыты всему миру. И я наблюдаю, и вы это знаете по жизни. Еще итоги, может быть, значит, не делаем. А у меня сейчас несколько времени есть. Задумываюсь. Ведь люди и немало, не имея соответствующего образования, высшего и не зная языка, многие же уезжают. Немало уезжают. Вот это слово больше подходит, наверное. И в Америку, и в ряд стран. Ну, как угодно. По каким причинам я не знаю. Во всяком случае. Не торопится возвращаться. Еще подтягивает родных и так далее, знакомых. И устраивается, находит работу. Но так же не может продолжаться. Тем более, мы готовим сейчас в школах детей, да. Ну, подготовленных у нас тоже разными путями заманивают. Лучше надо выпускать конкурс, готовить конкурс способных ребят. Мир открыт. Ты его не закроешь, и не надо закрывать. Не надо закрывать. Да его и невозможно закрывать. У нас недавно была конференция по сбережной человечеству, по линии ЮНЕСКО в Казани. Я выступил на одного уважаемого, значит, философа слушал. Философа. Я впервые, довольно категорично, я вопрос задавал. Думаю, не ошибаюсь ли. Я сам задумывался над этим вопросом. Процессы глобализации и технического прогресса от человека не зависят. Они будут идти. Они, конечно, руками человека будут создаваться. Но человек не то чтобы вынужден, он призван по своей готовности и так далее дальше открывать, дальше идти. Ну, процесс познания бесконечен же. Как сам мир. Я уже люблю это выражение. Каждый раз привожу. Когда есть понятие бесконечно большие, бесконечно малые величины. О малых величинах математики, когда говорят, значит, она все время стремится к нулю, но не ноль. Но не ноль. Сколько открывает вещества, да, все крутится, орбиты есть, есть масса, есть энергии раскрутятся. Это же, знаете, это настолько задумываешься. Вот и начинаешь и о религии думать об этом. Или бесконечно большие величины тоже. Сколько галактик уже, только в нашу жизнь уже открыты. Сотни. Я вот обо всем задумываешься. Мир открыт сейчас. Какими темпами она сейчас развивается? У вас цифровая экономика и так далее, да. Казалось бы, я уже человек, как говорится, вчерашнего дня. В счастье, вот, то, через что прошли, но ведь семимильными шагами. Как можно равнодушно этому смотреть? Тем более, знаете, да, мы приняли, значит, болезненно татары. В данном случае, прежде всего, значит, вопросы, связанные татарским языком. Вот, ну, последние годы, вы же прекрасно знаете. Тем более, за все эти годы мы работали строго по Конституции. Строго по Конституции Российской Федерации, по Конституции, значит, Татарстана. Что республики владеют... Имеют... Да, по Конституции Российской Федерации, по статьям Конституции. Не говоря только о Конституции Татарстана. Мы в соответствии это сделали тогда. Ну, находятся такие силы, значит, Что вдруг попытки, значит, Грубая, я бы сказал, моментами, значит, Попытки давления на родные языки. Это недопустимо. Родной язык – это первич. Нравится кому-то, не нравится кому-то. Я всегда говорю, Прежде чем об этом говорить, Тогда попробуйте лишать себя своего родного языка. Тогда как вам покажется. Это справедливые замечания. Попробуй, если это тебя не касается, Это рассуждать легко. Рассуждать, как бы, Кажется, тебе мудрые советы давать. Что значит мудрые советы, Если с утробом матери и предки у тебя идут На твоем родном языке матери. Нельзя такими вещами... Это, знаете, тот случай, когда... Это тонкие материи. Это нежно надо к ним относиться. Проблемы есть. Есть проблемы, потому что Моноконациональной России... Я не скажу, что проблем нет. Но это, понимаете, спокойно, терпеливо. Имея время и не жалея на это, Этими усилиями надо над этим работать. Зачем создавать какое-то, понимаете, Душевное беспокойство в душах? Ну, как говорится, значит, Не сей сомнений. Говорят же душу. И так душа, она всегда беспокоенна. А еще и сомнений сеет в нее. Она тогда, вы сами знаете, Можно потеряться или растеряться. Это бережная вещь. Мы, безусловно, значит, И нам надо было получше перестраиваться С части родного языка. Значит, в каких-то методиках. Вот вы вопрос задали, Прекрасная система была образования. Мы сейчас, когда миру открыты, Уже методы обучения другие ведь. Я поражаюсь. Вот сейчас я начал заниматься Образовательными комплексами. Ну, надо же учиться. Я уже говорю, я говорю уже... Я полгода уже в первом классе учусь. Для себя открываю этот мир. На самом деле. И опыт Кимбриджа, и других, значит, Ну, мировой опыт. Дети другие. Дети надо... Дети способны намного. Методик не было, когда нас учили. А в те годы, когда ты с детского садика, Хотя детских садов раньше не было, Нас улицы воспитывали. Ну, это в городах-то было. Настолько дети могут в себе вобрать, Значит, начиная с детского возраста, Дальше раньше. И если включить уже и начальную школу, Они способны все освоить. Если при умелом, Подходят, значит, и к этим знаниям. Это мир показывает. Это мировая практика показывает. И ученые к этому все приходят. Никто еще не сказал, что, значит, Этот ребенок в этом возрасте не способен на что-то. На многое способен. Вот мы ищем ключ. Мы сейчас изучаем. Есть, что изучает. Мир еще раз хочу открыть. И потом, пусть не кажется, Что это только Татарстан. В Москве, значит, Ряд образовательных комплексов есть. А может быть, у них не связано Непосредственно с национальным языком. Ну, у нас же это проблема. Родного языка есть в Татарстане? Есть. Как мы можем закрывать на это глаза? Это же наши люди. Это же мы. И между русскими и татарами, Например, в данном случае, Я имею в виду, значит, Зачем видимое, невидимое, Как говорится, непонимание Сеет между родителями. Главный пример есть. Почему мы 165-ю школу, Как первые образовательные комплексы, За базу взяли? Там работает директор школы. Он лучший директор школы в России. В конкурсах в свое время побеждал. Понимаете? У него в школе этих проблем нет. Он на посредственной русской школе На базе начинал эти работы. Там учатся дети, Несколько националистов, значит, Они общаются, знаете, между собой. Иной раз думаешь, на каком языке. Одни говорят, значит, на татарском, Другие говорят на русском, Или на английском. Или смешанно начинают говорить. Какой ул стоит. Я когда в школе учился, Значит, пасекой занимался летний привод. Папа меня поручал. Ну, и до этого я занимался. Как гул стоит в уле, понимаете. К пчелам. Я к примеру говорю. Вопрос непростой. Первично что все-таки? Полилингвальность или современные образовательные методики? Это все вместе. Вот что первично для вас? Какие вы ставите задачи? Это все вместе. А не получится, что мы создаем некие вот элитные заведения какие-то, да? Хороший вопрос. Которые будет, ну, штук пять, там, ну, десять по республике, да? Ну, двадцать. А всем остальным что делать? Они должны быть, понимаете, маяками. Я имею в виду, ну, маяки тоже вещь не везде, да? В смысле, по необходимости, да? Ну, значит, может быть, не самое точное еще выражение. Стандарт, образовательные стандарты. Ведь сейчас тоже обучаются, например, английскому языку, да? Значит, ну, все платные. Очень дорого. Очень дорого. Мы постараемся сделать, значит, мы же рассмотрели все эти предложения, значит, у Рустама Другалища. Мы сейчас приступили по шести образовательным комплексам по республике. Шесть пока таких школ будет, да? Пока шесть комплексов. Это не школа. Ну, комплекс. Да. Потом тут, понимаете, я почему сходу слово сказал? Это беспроигрышный вариант вообще. Беспроигрышный вариант. Мы не ставим же вопрос построить столько-то школ и так далее, и так далее. Я имею в виду заново, на голом месте. Нет. Почему мы бы в гущу пошли, например, в Казани? В Казани с густок проблем. В этой части. Все то, что я слегка затронул и соблюдением законов в языках, и Конституции России, и Татарстана. Мы должны находить ответы на эти вопросы. Беспроигрышный вариант в чем? Во-первых, части материальной базы ущербной. У нас она не так плохая в республике, по сравнению, значит, как говорится, с многими регионами. Мы же выбираем образовательный комплекс все там, где есть и школа, и садики есть, как бы. Но мы идем отработанной методикой, должны быть базовые садики. Мы, школа же есть, мы одну из школ берем базовой. Если надо его перестраивать, перестраиваем. Вот хороший пример. Вот 165-й еще раз говорю. Мы сейчас там пристрой. Слово только пристрой. К действующей школе. Это больше, чем пристрой. С нынешним пристроем к ихней школе средней, это будет в дальнейшем начальная школа. А мы на новом месте, вот где Бондаренко улица, строим среднюю школу, дополнение. Потому что это такой комплекс, базовые садики, базовая начальная школа и средняя школа. Средняя школа. Мы проект взяли, средняя школа, 1125 учащихся. Ну, вот это объем выпуска, как бы, значит, получается. Ну, так гармонизирует. Вот мы над этим работаем. На выходе что? Как из себя будет, что из себя будет выпускник этой школы представить? Это высокообразованные люди. Говорящие на разных языках? Конечно. Конечно. Имеющие комплекс знаний, которые необходимы ему для поступления в любой вуз России или за рубежом? Ну, за рубеж это вопрос такой. Никто законы между государством не менял. Если это позволяет, позволяет. Нет, не позволяет. Но работа конкурентоспособных детей мы должны. Конкурентоспособных детей нельзя ничего не делать. Или вот сидеть и сказать, значит, вот так плохо, вот так, или мы не можем найти пути. Меня вот это больше всего так смущает. Я же не снимаю себя тоже ответственность, значит, пока говорится на белом свете. Находить надо ответы независимо ни от чего. Этим занимаются, я еще раз говорю. Несколько иного порядка. Вот у нас проблемы, безусловно, родного языка, татарского языка. Мы стараемся эти вопросы, вот в своих разработках все это учитывать. Согласие родителей. Очень большая роль должна быть, значит, родительских советов. Мы над этим тоже работаем. Но, что я хочу сказать. Вопрос вопросов, это подготовка кадров. Подготовка кадров, значит, нам, вот мы говорим татарскому языку, не хватает. На самом деле, это вот, это та смута, которую вот подняли последние годы. Несколько лет, значит, они же тоже думают о жизни, о работе. Мы же должны заботиться. Я вам должен сказать, есть ностальгия по педагогическим институтам и так далее. Но мы посетили недавно Казанский государственный университет. Вот я бы многим советовал бы. У людей есть ностальгия, я не обвиняю. У нас у каждого такое может быть. И есть, наверное, и у меня есть, наверное, и более с годами. Но университет берется за это дело, взялся за это дело. Может быть, еще потребность не такая была сейчас необходима. Мы посетили, целый день ходили. Даже не отдохнули, шуточку даже. Об обеде вообще не думали. Вот все лаборатории смотрели. Все, значит, в каких языках люди учатся из зарубежных стран. Вы не поверите, есть учащиеся, значит, и из Испании, и из Италии, и из Франции есть. А им нужно русский язык знать, например. Нуждают к квалифицированному русскому языку. Какие... Надо отдать должное руководству от университета. Значит, они как раз оснащают. Они же медицинские направления тоже взяли. Они же оснащают банкак, полихлиники, которые сейчас берут на себя. Без этого невозможно. Не будет технического прогресса. На этих лабораториях, ностальгии, мы сейчас ничего не можем делать. Нам надо, эти лаборатории все надо использовать, подчинить, понимаете, потребностям вот этих полингвионных школ и вообще обычных школ. Вы правильно сказали. Значит, это ведь сколько времени требуется, этот методики. Они пойдут, но время нужно. Я к чему это говорю? Использовать надо сполна. Мы сейчас договорились с участием, значит, ректора. Он активно тоже, они сейчас подключились. И другие педагические училища, ну, министерство образования во главе всех этих дел. Значит, те, Селнынский, например, здесь у нас российский педагический институт. Он не подчиняется университету, а есть и лаборский составит сейчас университет и так далее. Они есть у нас. Но проанализировать надо. Что-то надо дополнительно. Что-то надо еще преобразовывать, надо заниматься. И надо заниматься предметно. Министерство образования России, министерство образования Татарстана, куча, значит, школ, куча институтов и так далее. Вас-то почему это зацепило? Почему вы этим занялись именно? Ну, знаете, это судьба всей нашей молодежи. Почему мы, вот, как говорится, мы в социально-экономическом развитии показываем, значит, через нее, да, мы же способны намного и оказывается. Получается же у нас. Мои связи получаются, инвестиции, порядка 600 миллиардов рублей инвестиций в год. Это кому снилось? Я уж скажу, зная дело изнутри. Или, значит, мы мечтали полуквадратных метров жилья построить бы жителям. Вы это знаете еще с тех времен, когда давно работаете. А сейчас же мы, значит, 2 миллиона 400, по сути, с половиной миллиона квадратных метров жилья подходим. Я к чему говорю? Мы можем это многие вопросы поднять. Но в этом вопросе, еще раз говорю, посложнее вопрос у нас, учитывая национальные факторы. К чему мы должны закрывать на эти глаза, и это, я еще говорил о первичном праве, и родных языков, и так далее. Если у нас, неужели, не должно хватать ума для того, чтобы найти приемлемое решение. При этом подготовить, учитывая всех этих факторов, подготовленных детей наших. Это же судьба наших детей. Ну, как этим не заниматься? Можно сидеть плащебным видом, или, я не знаю, каким видом, или злым видом, но не это же поможет. То есть, это самая большая проблема сегодня. Так, на ваш взгляд, образование. Так получается ведь. Я вошел в первый класс, я видел, значит, этот новый мир. Как вам сказать? Не преувеличиваю. Опыт, вот мы сейчас посмотрели, значит, этот... И отдельные школы. Мы сейчас по стране посещаем ведь школу. И не только по стране посещаем, что есть. И немало комплексов, я еще раз говорю, значит, этот... В самой Москве изучать надо все. Они, да, конечно, есть и банковскую систему Грефа есть. Значит, ну, там они несколько недоступны. А мы хотим сделать это и доступным. Постепенно идти на это дело. Шесть комплексов почему? Здесь в Казани два мы. И потом, значит, набережные Щелны, Альметьевск, Нижнекамск и Елабуга. В отрывности большие. Мы поднимем их, будем смотреть. Это ведь тоже еще раз хочу сказать. Вот мы сейчас анализировали это шесть комплексов, да? Включая загородные, значит, этот кампус образовательный. Крупулоградичного действия. Это в составе вот этих образовательных комплексов. Это мы уже тоже занимаемся этим вопросом. Ну, я начал был говорить, строительную часть мы, я еще раз говорю, и предварительно все вопросы рассматриваю, уже там другого лица. И затраты будут, безусловно. Но главное подготовка кадров. Ведь носителей языка, как таковы, английских, они же нет, или они очень дорогие. Их нужно несколько человек иметь. Ну, на этой основе надо сейчас подготовить, надо и в самих университетах подготовленных, педагогов. И методика татарского языка должна измениться, как минимум. Я весь комплекс беру, весь комплекс. И министерство этим сейчас занимается. Понимаете, обвинить кого-то тут сложно. Кого-то вот на самом деле, значит, ну, сейчас пришло время, при условиях открытости мира, полная, значит, подготовка и сама идеология, какой идеологии, какой установкой в голове, я хочу сказать. Путь непростой, но пусть мне скажут, какой еще есть путь и чем нужно заниматься. Время быстротичное. Почему мы этим не должны заниматься? Мы же умеем, еще раз говорю, работать и зарабатывать, значит. Придется, понимаете, определенные, значит, переориентации, наверное, бюджеты даже, если будет необходимость. Вот сейчас начать, опробировать, находить пути и их устранять, иное не дано. Не знаю, я убедительно говорю или нет, но я свои убеждения говорю. Этим нужно заниматься. На этом фоне должны сейчас мы подготовить и кадры, подтягивать все способы. Потенциал же есть. Мы не обделенные генетически, значит, народ, все, я имею в виду, которые населяют республику. Почему мы должны... Это должно быть обидно, если мы отстаем и не находим согласия. Должны находить согласие во имя всего. На этой оптимистической ноте, не смешаю, я бы хотел закончить интервью, потому что у вас следующая встреча. Так что спасибо вам огромное. Кто, если не мы? Спасибо. Вам спасибо. Спасибо.